Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Сегодня мы посмотрим замечательный новый видос от Бенджамина Коуэна про возврат инвестиций в рыночных циклов биткоина. Спасибо за перевод в серфе. И давайте сразу к делу, будем его смотреть, а потом поговорим. Погнали! Возврат инвестиций цикла рынка – это кое-что, что мы делаем, чтобы измерить возврат инвестиций цикла от его дна. У нас есть эти значительные коррекции биткоина, эти удлиненные медвежьи рынки и фазы аккумуляции, и мы делаем это упражнение, где мы говорим, а что, если мы измерим возврат инвестиций от дна цикла рынка? Для тех из вас, кто думает, что реалистичнее было бы использовать халвинг, мы также выложили видео об этом пару недель назад, так что я бы посоветовал посмотреть и его тоже. Оно дает немного другую перспективу, но более или менее то же самое. Итак, мы смотрим на возврат инвестиций цикла рынка биткоина от дна цикла рынка. Это первый цикл. И если мы посмотрим на второй цикл, мы увидим, что ему потребовалось больше времени, чтобы достичь пика цикла рынка. Первый цикл достиг пика меньше, чем за 300 дней, этот достиг пика меньше, чем за 800 дней. Так что, если мы покажем третий цикл, не будет сюрпризом, что мы видим снижение возврата инвестиций от цикла к циклу. И я думаю, это имеет смысл. Если вы посмотрите на это с прагматической точки зрения, требуется гораздо больше объема для увеличения маркеткэпа по мере движения через каждые 10х. Итак, мы смотрим на это, и с прагматической точки зрения снижение возврата инвестиций имеет смысл. Вы можете посмотреть на это и сказать, что второй цикл не так уж и отличается от первого цикла в плане возвратов, и я соглашусь. Тем не менее, в первом цикле были недели, где мы были гораздо ниже, и если бы мы их включили, то эта точка была бы гораздо выше. Но я не хочу придираться к данным. Мы смотрим только на дневные закрытия, и это то, что мы получаем. Возвраты первого цикла, отмеряя одна цикла рынка. И это логарифмическая шкала, так что это 1, 10, 100 и 1000, так что это 200, 300, 400, 500. Это было 600х по сравнению, скажем, с 500х по сравнению со 100х. Итак, с прагматической точки зрения, это имеет смысл, что возвраты инвестиций будут уменьшаться с каждым циклом рынка, потому что требуется экспоненциально больше объема, чтобы поднять маркеткап еще на 10х. Итак, теперь мы спрашиваем, а где мы сейчас, и смотрим на четвертый цикл. Я довольно сильный сторонник того, что этот цикл доберется до верхушки позже, чем предыдущий цикл. Отмеряю дна цикла рынка. Тем не менее, учитывая нынешнее состояние рынка, очевидно, это не очень популярная теория, учитывая, что мы ушли сильно выше от положения прошлого цикла в этой же временной точке. Итак, сейчас у нас около 20х, может, 16х или около того, что обгоняет предыдущий цикл, и не слегка. На этой точке, в прошлом цикле, мы были только на 1, 2, 3, 4, 5, может, 6х. Так что мы сильно обгоняем прошлый цикл. Тем не менее, мы входим во временные рамки, в которых предыдущий цикл шел вверх достаточно впечатляюще. В течение нескольких месяцев подряд они довольно скоро встретятся, если биткоин не сможет устанавливать новые верха в ближайшие месяц-два. Вы можете видеть, что после этого движения оно поднимается примерно на тот же уровень, где мы сегодня. У биткоина потом была коррекция на 40%, но потом он быстро продолжил подъем. А также, ребята, вчера провел лайв-стрим, который отконнектился в конце, потому что сел комп, но все равно успели посмотреть, там много монет, поэтому кому интересно, зацените. И также мы там говорили про Femix Trade Arena и про золото. Соответственно, хочу вам напомнить, что на бирже Femix, на нашей любимой, вы можете торговать как криптой, так и золотом. И вот я тут рисовал вчера, по золоту напрашивается неплохой отскок и в целом лонг. Ну и также вы можете торговать здесь BTC, вот наша команда уже это делает вовсю, соревнуется в состязании. Ну и Cardano, Ethereum, Uniswap, Polkadot, Chainlink, Algo, LTC, Compound, Tezos, Dogecoin, вот они добавили недавно, Aweb, Bitcoin Cash, Wi-Fi. Биржа офигенная, есть функция саб-аккаунтов, есть функция брекет-ордеров. По этой всей теме видосы сейчас появятся у вас сверху, обязательно посмотрите. Ссылка на биржу, естественно, в описании. Итак, для того, чтобы биткоин продолжал угоняться за предыдущим циклом, нам нужно продолжать двигаться наверх. Тем не менее, у нас есть несколько месяцев форы, нам не нужно двигаться наверх сейчас. Мы можем передохнуть еще месяца три, и все равно чувствовать себя относительно хорошо по сравнению с прошлым циклом рынка. Это все по сравнению с прошлым циклом рынка. Мы все равно будем впереди расписания. Я видел, как многие были очень нетерпеливы с нынешним положением вещей. Если вы посмотрите на то, что биткоин сделал за последние шесть месяцев, это попросту заставляет прошлый цикл рынка, по крайней мере, некоторые его скачки, особенно ранние, выглядеть как шутка до некоторой степени. Это в основном был прямой подъем наверх, с паузами, слишком короткими даже для того, чтобы посмотреть назад на то, что мы прошли. Я бы сказал, что терпение — это лучшее, что вы можете иметь. Терпение, наверное, лучшее, что у вас может быть сейчас. Да, могут случиться значимые коррекции. Мы можем увидеть коррекции на 30-40%. Мы даже можем увидеть и большие коррекции. Но это не означает, что это будет конец цикла рынка, потому что, основываясь на том, что было в прошлом, резонно думать, что у нас еще долгий путь впереди. Итак, наиболее обычным сценарием, который обсуждает большое количество других инфлуенсеров в пространстве, будет биткоин ценой в 300 тысяч долларов. Примерно к концу года. Откуда они берут эту цифру? Я думаю, что они просто смотрят на движение в 100x со дна. Если вы получаете движение 100x со дна, вы оказываетесь на отметке в примерно 300 тысяч долларов. В то время, как я утверждаю, что все возможно, я хочу, чтобы люди соизмеряли свои ожидания и заметили, что, по крайней мере, в прошлом, каждый раз, когда мы получали пик цикла, он был позже, чем в предыдущем цикле рынка. Наиболее медвежьим сценарием будет то, что это был сумасшедший цикл, который застал нас врасплох, получил очень резкий памп в 19-м, потом спустился вниз, и потом еще один памп в 20-м, в начале 21-го, а потом опять вниз. Это будет самым медвежьим сценарием, где это может быть концом цикла рынка. Я не думаю, что это будет так. Я просто показываю разные варианты и то, что я считаю наиболее вероятным сценарием. Итак, есть наиболее бычий сценарий, что, как считает большинство инфлюенсеров, произойдет. Есть наиболее медвежий сценарий, что, как считает большинство инфлюенсеров, не произойдет. И я также не думаю, что это произойдет, но все возможно. И потом я бы сказал, что у нас есть более практичный сценарий, где мы можем понимать, что то, что мы сейчас впереди расписания, не значит, что так и будет продолжаться по сравнению с предыдущим циклом рынка. Я бы хотел, чтобы люди сделали шаг назад и увидели, что более практичным развитием будет то, что мы не останемся впереди третьего цикла в течение всего цикла рынка. Опять же, это не будет сейчас самой популярной теорией, потому что я заявлял то же самое пару месяцев назад, когда мы были на этом уровне. И это не остановило нас от движения наверх и еще большего обгона предыдущего цикла рынка. Итак, это то, чего я бы сказал, стоит ждать. Очевидно, что то, что я тут нарисовал, не случится, потому что это рандомный рисунок, который я нарисовал за 2,5 секунды. Но основная идея в том, что даже если мы не упадем вниз, если мы просто идем вбок в следующие несколько месяцев, мы в итоге отстанем от предыдущего цикла рынка. Вот, ну и всем вообще, кому интересно, какую биржу выбрать, чем они отличаются, обзоры по биржам, по кошелькам, по сервисам, у нас есть плейлист на канале, его называются «Уроки». Посмотрите его обязательно, сейчас он тоже появится у вас сверху. Обменники, кошельки, туды-сюды. В общем, я надеюсь, вы там найдете себе много чего полезного. Ну и вообще, посерфайте у нас по каналу. Вышло очень много видосов, стрим с Тоном Вейсом, вот мы провели на днях. Очень много переводов, зарубежные аналитики. Так что welcome. В общем, вот такой вот видос сегодня. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, стопы и тейки. Это канал Crypto Commons, всем профита и до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok